Создать комфортные условия для развития малышей. 732 детских садов Волгоградской области в прошлом году обновили свою материально-техническую базу. Это стало возможным благодаря новой системе финансирования дошкольных образовательных учреждений, заработавшей с вступлением в силу нового закона об образовании. Занятия физкультуры у ребят из этого садика в центральном районе Волгограда одни из самых любимых. Еще бы с новым спортивным оборудованием весело и интересно бегать, прыгать и играть. Да и педагоги довольны. Оборудование у нас появилось в октябре прошлого года. Стало значительно интереснее работать деткам. Появилась возможность развивать всяческие качества, влиять на творчество детей. За счет того, что у нас оборудование яркое, красивое, очень приятное. Новые игрушки и развивающие пособия появились и в группах. Вот этот тематический уголок воды и песка, например, притягивает ребят, как магнит. С удовольствием детишки тренируют пальчики и такими своеобразными тренажерами. Родители воспитанников детсада сразу заметили перемены к лучшему. У Евгении Куличенко в эту группу ходят сразу двое – сын и дочка. Дети должны развиваться, тем более в таком возрасте, дошкольном, когда все закладывается. Поэтому все то, что приобретается, большое спасибо, конечно, что наши дети имеют такую возможность. А возможность такая приобретать новое методическое спортивное оборудование, игрушки и аппаратуру появилась после того, как детсады Волгограда перешли на новую систему финансирования в форме субвенции из областного бюджета. 297-й садик в прошлом году получил почти 200 тысяч рублей на закупку мебели, учебных пособий и дидактических материалов. Мы очень благодарны нашему губернатору, который не забывает все-таки про детские сады и позволяет нам модернизировать, обновить предметную среду, которая позволяет в полном объеме реализовать государственно-образовательные стандартные. Как пояснили в региональном комитете образования и науки, ранее финансирование детских садов было полномочия муниципалитетов. Местных средств хватало на оплату коммунальных услуг, заработную плату и покупку констоваров. На развитие практически ничего не оставалось. С сведением нового источника финансирования у дошкольных учреждений появились средства на покупку современного оборудования, мягкого инвентаря, мебели и так далее. Сегодня мы вышли на новый виток развития дошкольного образования, на более качественный уровень развития образования, а следовательно и преподаватели будут давать более качественное дошкольное образование. Всего же в 2014 году материально-техническую базу обновили 732 детских садов Волгоградской области. Светлана Олегбарова, телекомпания Ахтуба.